с тройкой. Они менялись каждый день. Хотя союзники знали, как работает Энигма, без настроек было невозможно расшифровать текст дословно. Однако они поняли достаточно, чтобы суметь определять примерное местонахождение подлодок. Историк Уильям Йоблут. Дело в том, что командование немецких подлодок было болтливым. Они старались контролировать каждую деталь. Хотели знать, где и в какой момент находится каждая подлодка. И часто использовали радио. К счастью для нас, немцы не знали, что их коды взломаны. Они всегда считали, что причина неудач в диверсии или шпионаже. Теперь у Америки были новые корабли и разведывательная информация. И они смогли разработать план наступательных действий против наводящих на них ужас субмарин. Они создали боевые группы, известные как охотничьи группы из авианосцев и эсминцев. Благодаря авианосцам, флот смог контролировать недосягаемые для наземной авиации районы. Комбинация воздушной и морской мощи оказалась губительной для немецкого флота. За первые месяцы 1943 года союзники уничтожили 150 немецких субмарин, то есть примерно в два раза больше, чем за весь предшествующий период. Когда в июле 1943-го Ю-505 вернулась в строй, капитан Чех понимал, что от него ждут успехов в борьбе с врагом. Однако в последующие три месяца у Чеха было мало возможностей встретиться с врагом. Фактически, едва Ю-505 покидала базу, как ей приходилось возвращаться для ремонта. Из 90 дней она провела в море всего 20. Люди начали думать, что наша лодка проклята. Согласно приказам Верховного командования, мы не имели права покидать Ю-505. Однако, я думаю, что люди были не рады этому. То есть, не так рады благополучно вернуться на базу, потому что эти возвращения сразу после выхода плохо действовали на боевой дух, как самой команды, так и капитана. Не было новых подлодок, с ними были проблемы. А мы только начинаем погружение, как начинаются протечки, то там, то здесь. Дошло до того, что однажды на борт явились гестаповцы и обвинили нас в саботаже. Сказали, что мы не хотим больше воевать. Это было неправда, мы хотели. Однако нельзя воевать на сломанной подлодке. В общем, проклятая была подлодка.